Друзья, всем привет! И это не кликбейт. Я на самом деле в этом видеоролике расскажу историю о том, как я для одной крупной компании оказывал услуги по подбору 60 новых автомобилей 320 BMW. Откуда пошла вообще идея создать этот видеоролик? Я вам неоднократно говорил, что у нас есть инстаграм канала, куда я выкладываю, как правило, анонсы, советую с вами, общаюсь. В общем, туда-то я выложил вчера ролик и говорю, ребята, что думаете по поводу этой истории, стоит ли ее сядь и рассказать на канале. Все говорят, блондин взял камеру, отправился в парк, присел на лавочку и все быстренько рассказал. Собственно, я нахожусь в парке и прямо сейчас мы присядем с вами, я вам всю эту историю расскажу. Парни, все, кто подписывается на инстаграм, всегда можете принимать активное участие. Если кому-то подобного рода история кажется бесполезной, ненужной, клик, закрыл, все. В следующий раз будет обзор машины, либо какая-то другая тема, посмотришь. Не размазываем кашу по тарелке, присаживаемся на лавочку и начинаем. Поехали. Но присесть на лавочку и не затронуть вчерашнюю тему я просто-напросто не могу. Друзья, для нас вчера закончился чемпионат мира по футболу. К сожалению, мы из него выбываем. Но наши парни в этот раз как никогда боролись за победу, поэтому мы их вместе с вами поздравляем и надеемся, что в следующий раз они займут еще более высокое место. Для всех тех, кто увлекается спортом, кто разбирается в спорте, кто любит сделать ставочку на спорт, друзья, букмекерская компания Mosbet специально для вас оставляет ссылку в описании. Переходите по ней, проходите простейшую регистрацию, все легально и все надежно. Компания имеет официальную лицензию на ведение данной деятельности. Заносите денежку и если вдруг вы выигрываете, вы также без проблем быстро снимаете. Огромный ассортимент ставок. Букмекерская компания Mosbet, если вы хотите выиграть, то это нужно сделать обязательно через них. Ссылка ждет вас в описании. В первую очередь хочу отметить то, что у меня остались все переписки, как с этой компанией, так и с представительствами с BMW. Все есть, если вдруг кто-то посчитает то, что я это придумал, выдумал и специально там для YouTube снимаю. Нет, все это есть, могу показать. Проходит один прекрасный день, зима. Я просыпаюсь, утром прихожу на работу, открываю электронную почту. Что я там вижу? Письмо, с коммерческим запросом, где человек пишет, здравствуйте, являясь представителем крупной организации, горнодобывающей, занимаемся золотом, недвижимостью, в общем, чего мы только не делаем, и мы хотим закупить 60 автомобилей марки BMW 320 с полным приводом. Для чего мы их покупаем? Для наших сотрудников, кому-то хотим подарить, для кого-то это будет там корпоративный парк, в общем, для наших нужд. Я говорю, окей, что нужно? Они ставят задачу следующую. Находите автомобиль по цене 2 миллиона рублей, и мы тогда довольны. Все, что ниже, будет ваше, как в качестве премии, бонуса, там, как угодно. Я, естественно, начинаю считать и говорю, что, ребята, если смотреть даже автомобили с 2017 года, они допускают это, я смогу найти, если вдруг я найду, например, за миллион 900 и разница будет 100 тысяч, неужели вы мне с каждой машины по 100 тысяч отдадите? Они говорят, ну да. И после этого приглашают меня прилететь к ним в Новосибирск, подписать официально доп. соглашение, все договора, то есть все заполнить, чтобы я мог работать, как их представитель. Я, естественно, задаюсь вопросом, которым наверняка и вы задались. А на хрена вообще я им нужен? И откуда они вообще меня взяли? На тот момент была серия видеороликов, как раз она подошла уже к концу, где мы организовывали там коллективный сговор с кубком автомобилей. И вообще, в целом, я снимал там сюжеты про то, на какие машины, какие можно получить скидки. В общем-то, человек так и сказал то, что да, мы видели вас, то есть вы занимаетесь этой деятельностью. Если занимаетесь и готовы взяться за нас, тогда давайте работать. Если вам это неинтересно, до свидания, найдем другого. Естественно, чувствую такую халяву, возможность хорошенечко так заработать. Я, конечно, говорю, тихо, 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 не надо торопиться, не надо горячиться. Я согласен. Но прежде, чем начать поиски, полететь там к ним в Новосибирск, я решил сделать просто для перестраховочки звоночек. Звоню ближайшему официальному дилеру BMW и говорю, здрасте, есть у вас машинки? Они есть. С семнадцатого года остались, остались и триста двадцатый, и в М-пакетах остались. Говорят, что там нужно-то? Я говорю, ну, там парочку машин хочу приобрести. Сколько, попросите денег. За триста двадцатую без торга, подчеркиваю, мне за семнадцатый год сразу просят на миллион восемьсот шестьдесят тысяч. За триста двадцатую в М-пакете меня на тот момент попросили примерно миллион девятьсот двадцать тысяч. В некоторых салонах попросили миллион девятьсот шестьдесят тысяч. В общем, в любом случае цена была ниже, и я как бы проходил полностью. Естественно, я после этого связываю с этим человеком и говорю ему, я согласен, задачу выполню, давайте сотрудничать. После этого он мне дает вводные данные, где выясняется, что они уже приезжали как бы в Москву, был их представитель. Это, кстати, было к вопросу о том, нахрена вообще я им нужен. И на тот момент им ниже, чем два миллиона сто тысяч рублей за машину не объявляли. Поэтому он говорит, ты вроде как можешь торговаться, нас бы два миллиона устроило, в общем-то мы хотим сэкономить, ты можешь заработать. Вот тебе вся информация. Я начинаю уже наседать на дилеров, звонить им, говорить то, что я являюсь представителем такой крупной организации. Как эта организация называлась, нет никакого смысла сейчас озвучивать. Это можно сказать, рога и копыта. Почему? В процессе поймете. Обзывание, говорю, так и так, нужно 60 машин. Готовы купить их разом. И все, что я им говорил, это, грубо говоря, был текст, который мне предоставлял вот этот вышестоящий человек, на которого я как бы работал. А он говорит следующее, нам нужен счет на все 60 машин. Мы его готовы оплатить там буквально на следующий день. И самое главное, даты, даты нам нужны, дата, когда машина приедет. Я обзваниваю в салон, они говорят, блин, нифига себе, 60 тачек, но это серьезный разговор, приезжайте, нам нужно организовывать встречу, то есть мы будем приглашать людей с представительства, импортера, там какой-то немец даже приедет. Я договариваюсь о встрече, что вы думаете, наступает день Х, я приезжаю в костюмчике, все, захожу. Один официальный дилер собрал примерно 8 человек, где мы садимся за круглый стол, и тут блондин начинает затирать то, что он является представителем крупной горнодобывающей организации, ему нужны машины. Они спокойно все выслушивают, и в процессе разговора задается вопросом, ну вот от вас же приезжал представитель, как выяснилось, что туда, куда приехал я к тому дилеру, к нему же приезжал представитель от этой организации. И тогда они сказали, что мы не договорились по цене. Я говорю, да, действительно. Ну и все начал сбрасывать на то, что у нас там руководитель человек такой своеобразный, а вот я более лояльный, в общем, я буду с вами договариваться, и мы должны выйти из этого стола с договором, что вы мне продаете машины, а я у вас их покупаю, все. Они меня выслушивают, уходят на переговоры, посовещались, присаживаются и называют мне следующее. BMW 320 с полным приводом, без M-пакета, в любом цвете, в каком захочу, там, захочу белый, захочу черный, красный, неважно, 2 миллиона 50 тысяч рублей. Автомобиль будет 2018 года, то есть его специально под нас соберут, и, соответственно, где-то там в начале мая условно их привезут. Разговор шел, вообще вся беседа шла в феврале месяце. После чего я ему говорю, 2,50, вообще цена не проходна, а для меня-то уж и тем более, потому что мне нужно, ну, как минимум, чтобы была цена миллиона девятьсот девяносто, чтобы что-то заработать. Я делаю ход конем, беру просто-напросто телефон, звоню в их же салон при них. Говорю, а можно, пожалуйста, соединить с юридическим отделом? Соединяют, я говорю, здрасте, есть у вас машинки? Мне человек говорит, да, осталось тут 12 машин с семнадцатого года. Говорю, почем предложите? Ну, он говорит, если рассматривать вариант 320 полный привод, тогда я вам его готов отдать за миллион восемьсот шестьдесят тысяч. Если полный привод ЕМ-пакет, миллион девятьсот двадцать тысяч. На что я им заявляю, то, что вы посмотрите, просто-напросто звонок по телефону в ваш же салон. Люди предлагают уже там на сто тысяч машины дешевле, а в некоторых ситуациях и вовсе на сто сорок, там на сто пятьдесят. Я говорю, на хрена мне с вами-то покупать, если я могу также вот всех дилеров обзвонить, собрать машины. И самое главное, я им пояснил, что для нас не принципиально, чтобы машина была восемнадцатого года. Мы можем вот из остатков собрать, пусть они сами подготовят весь список, что вот будет шестьдесят машин, там двадцать черных, двадцать белых, там десять красных. Мы его согласуем, если нас эти цвета устраивают, все, счет оплачиваем, забираем тачки. После чего BMW рассуждать следующим образом. Они говорят, ну смотри, во-первых, это имиджевая сделка для нас и для вас. То есть вы покупаете тачки, наши BMW, премиум, я думаю, понятно. Дальше что? Они поясняют, что если вы крупная компания, горнодобывающая, у вас до хрена денег, то почему вам должны продавать машины там по себестоимости или даже в какой-то ноль идти? Ну зачем нам это нужно? Мы хотим на вас заработать. Я говорю, да, логично. В общем-то, после этого переговора мы выходим из-за стола, и я понимаю так, что мы с ними ни о чем не договариваемся. И вот здесь я хочу на секундочку отметить ту самую тему, когда, помните, я вам рассказывал про коллективный сговор, что мы всех обзванивали. Официальные дилеры представительства, мне там многие говорили, вот тебе нужно выйти на импортера, они заинтересуются. Ни хрена они ничем не заинтересуются. Я пытался на этих дилеров выйти также через своих знакомых, но там работают. У меня есть один человек, который является руководителем одного официального дилера. Я ему также закинул, он мне назвал примерно такие же цены, там, 2,50 за машину. Говорит, это будет реальная цена, что вот, 2,50 все по прайсу эти машины стоят, там, 2,450, 2,500, если самим пакетом смотреть. Ну, неважно. В общем, суть была такая, что мне покупать 60 автомобилей под них вообще не выгодны разом. А вот обзвонив каждого дилера, что я в процессе и сделал, у меня нарисовалась цена средняя в 1,900,000 рублей. О чем это говорит? Были машины по 1,840,320, были машины, там, 1,920, 1,980, разные комплектации были. Но в целом, в целом, обзвонив всех, я получал цифру в 1,9. Я, в общем-то, выхожу на эту сделку, говорю, ребята, все, машины найдены, реально, я готов вам предоставить там 60 машин. Давайте встречаться, подписывать договор, где вы обязуетесь после каждой покупки мне перечислять разницу. На что начинается уже со стороны этих представителей, крутых парней, я их так называл уже потом. Они мне рассказывают о том, что сейчас, подожди, у нас здесь идет договоренности с банком, и в процессе уже там, знаешь, неделя проходит, вторая неделя проходит, никак они с банком договориться не могут. Я начал с ними уже созваниваться, и тут представитель этой компании начал открывать рот. В каком смысле начал открывать рот? То мы с ним переписывались, то мы с ним так пару раз общались, он себя вел, знаешь, такой вроде бы он солидный мужик, у которого нет времени на все эти разборки. Он мне стоял задачу, нужно выполнить, все, подписываем, денег даем, покупаем, что нам этим заниматься? И преподводил все к тому, что якобы этим летом, вот там в июле, в августе у них будет целое мероприятие, кооприятие Николай Фоменко, где, возможно, будет ведущим Антон Воротников, как автоблогер. В общем-то, я даже написал тогда Антону, говорю, Антон, а была такая компания, где хоть запрос сделал? И он подтвердил, говорю, да, мне писали, спрашивали, но дальше разговоров речи не шло. В процессе всех этих разговоров этот человек начал рассказывать о том, что вот сейчас они со своими американскими партнерами заключили доп. соглашение на продажу им 500 тонн золота. И когда я услышал эти цифры, я подумал, чего? Друзья, вот сейчас на экране вы видите, сколько в среднем стоит одна тонна золота, там цены выходят просто-напросто космические. Они мне прислали все свои реквизиты, я начал по ним смотреть и выяснил, что организация основана в 2017 году, уставной капитал у нее 10 тысяч рублей, находятся они в здании, знаешь, ну, представь себе просто любое там вот советское здание, там, какое-нибудь 1950 года постройки, старенькое, разбитое, и вот у них там где-то офис 8 квадратных метров. В общем, выяснилось то, что нихрена у них ничего нет, а это самые натуральные мошенники. По какому принципу я это в дальнейшем выяснил? Они мне в один прекрасный день предложили заключить с ними доп. соглашение, где я могу заработать просто космические деньги. Меня, естественно, сразу начало бесить, когда только услышал эти вот предложения. Значит, что они предложили? Говорят, давай так, подписываем доп. соглашение, где ты должен будешь сделать следующее, привезти 3 тысячи человек в компанию, которые закинут по 450 тысяч рублей, и потом у них будет возможность разыграть вот эти вот BMW, то есть вот 3 тысячи человек получат возможность выиграть эту машину, если вдруг они ее не выиграют, они просто-напросто получают свои деньги обратно, но через год. То есть, какой-то вообще бредятина, я когда это услышал, я ему позвонил, и даже, честно говоря, не стал сдерживать себя, говорят, что ты, придурок, ты вообще начинаешь нести, мы с тобой о чем разговаривали, я с людьми встречаюсь. Целый вон стол BMW-шников собрал, каждого обзвонил, собрал, ты подтверждаешь о том, что якобы дай тебе счет, ты его завтра оплачешь. Я тебе скидываю счет на 17 машин, ты начинаешь рассказывать о том, что вас вот надо сейчас подождать. И, в общем-то, это продолжалось из месяца в месяц. И я когда уже понял то, что это вообще бредятина, я ему вот так вот ручкой помахал, не стал хамить, но звоню, периодически спрашиваю, как там дела-то. Он, вот сейчас мы переезжаем в Москву-сити, мы заедем тебе, позвоним, ты к нам приедешь. То есть, он и по сей день дает понять, что как бы мы еще не закончили. Про Москву-сити он писал где-то примерно в начале мая. Сейчас уже, как вы видите, начало июля, даже середина практически июля. В общем-то, такая ситуация произошла, знаешь, нелепо. Но представьте, вот каждый из себя на своем, ну, на моем месте, когда у вас появляется возможность. Я так, знаешь, так прикидывал, так вот, по 100 тысяч с каждой тачки. Так, что у нас получается, 6 миллионов, я думаю, охренеть, 6 лямов мы можем сорвать. И человек кричит, вот, давай, там номер карты пиши, мы сейчас оплатим тебе билет. Когда я ему уже начал писать, говорит, типа, слышь, кинь-ка вообще 20-ку за все мои услуги, то, что я тут бегаю, прыгаю. Началось следующее, то, что да-да, сейчас переведу, и вот он уже третий месяц переводит 20 тысяч. В данной ситуации я ни в коем случае не пытаюсь никак там жаловаться. Я специально называю название организации, чтобы вы не думали, что я там как-то пытаюсь, знаешь, их там запозорить, там еще что-то. Нет, это на самом деле было, просто это было очень смешно, и он меня обнадеживал. Хорошо, я на это не потратил очень много времени, прокатился, поездил, пообщался. Но какой вывод я сделал из этой всей ситуации? Что на самом деле, если вы сегодня хотите купить автомобили, то выгоднее это делать в одного. Не нужен вам абсолютно никто, не нужны вам никакие корпоративные парки, вам не нужно представляться крупной организацией, вам не нужно сбиваться там в 10 человек, приходить к официальному дилеру и говорить, вот мы у вас десятером купим машину. Гораздо выгоднее каждого обзвонить, сказать так и так, вот хочу такую машинку, и озвучить условия от каждого. Таким образом, вы сами увидите, что начнется борьба за клиента. Подчеркиваю, что бывают автомобили типа Kia Rio, на которые вообще скидки делать не будут. А бывают автомобили типа Audi A6, на которые скидки реально будут большие и грандиозные, я бы даже сказал. Все, что я вам сейчас рассказал в течение 20 минут, происходило на протяжении, ну, наверное, месяц-полтора. В завершении всего этого я уже начал общаться с компанией BMW, и они говорят, да, наша служба безопасности пробила эту организацию, денег у них вообще ни хрена нет, вообще не пойми, кто такие, зачем они их пробивали. Ну, понятное дело, когда речь идет о свыше 100 миллионов рублей, этим может заинтересоваться и федеральная служба безопасности, да и компании BMW неинтересно, чтобы через них проходили какие-то мутные сделки. В чем могла быть мутность? Ну, например, смотрите, они берут какой-то кредит, закидывают эти деньги туда, забирают машины, и пока все машины будут кредитные, то есть они получаются в залоге, но тем не менее, они их могут продать. То есть, одному, второму, третьему продали, деньги обналичили, денежки у них на руках, все, до свидания, можно бежать, там, не знаю, в Таиланд, еще куда-то. Но это только мои предположения, схем, там, сделок может быть вообще огромное количество, вы можете написать вашу версию в комментариях. В общем-то, вот такая произошла интересная история, почему я ее решил рассказать. Ну, не каждый день такое случается, когда я это первый раз читал, 60 тачек, я думал, блин, во-материальчик происходит, друзьям не рассказывал, никому не рассказывал, думаю, блин, что же из этого получится, а из этого получилось вот так, что, как обычно, группа людей пытается у нас кого-то надуть, пытается взять кредит, сорвать куш и сбежать в теплые страны. Вот такая история, надеюсь, вам было интересно послушать, подписывайтесь обязательно на канал, у меня во сколько идей, чего только я не могу для вас наснимать, будем продолжать развиваться в нашем направлении авто-видеоблогинга. У меня на этом все, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваши комментарии, до новых встреч, всем пока-пока!